Работы сельского мастера Талана Кинжитаева из Западно-Казахстанской области расходятся по всему Казахстану. Он изготавливает бессик, предметы домашней утвари, национальные сувениры, мебель и многое другое. Изделия декоративно-прикладного искусства пользуются большим спросом. Увлечение можно превратить в бизнес-уверен мастер. Главное не бояться работы. Заказов много. Беседки, азиатские столы-трансформеры, топчаны, изделия декоративно-прикладного искусства, национальные сувениры и многое другое. Нужно успеть уложиться в срок. Но самое главное – сделать все качественно, говорит Талан Кинжитаев. Ведь свою репутацию он зарабатывал годами упорного труда. Первый заказ у меня был – форточки, окна. Старики, наши соседи, они приходили, давайте мне табуритки сделать. Любую работу делать. Потом в 2012 году купил этот станок. ЧПУ я мечтал, почти пять лет хотел купить. То, что человек не сможет делать, он и сделает. Разносложные уборы делают. Начинал все как хобби. Свои первые работы просто дарил, вспоминает сельчанин. Когда отточил мастерство, начал продавать. А затем открыл и столярный цех. Хочу сделать два окна – это не первый заказ у Талана. Очень хороший мастер, весь в отца. Он был талантливым, ювелирным. Наверное, сын даже превзошел отца. Основной используемый в работе материал – сухой лес. Поскольку он привозной, везти материалы приходится за 250 километров от областного центра. Однако мастер не унывает. Только в преодолении проблем возможно дальнейшее развитие, уверен он. Материалы все подорожали. Вообще. На пять раз почти. За год. Дорого-то дорого, но нельзя стоять на месте. Надо продвигаться. Не надо бояться от трудностей. Надо идти вперёд. В этом году сын у меня начал бесик делать. Необычный бесик. Трансформер, да. Чтобы люди не затруднялись. Саморезом закручивает. За какую-то секунду можно собрать, можно разобрать. Благодаря современным технологиям облегчается рабочий процесс и экономится время. Например, если изготавливать этот бесик вручную, то займёт около недели. А с помощью компьютера за час можно сделать. В месяц в семейном цеху выпускают 25 бесик. Производительность труда хотят увеличить до 40 штук, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Но нужны дополнительные рабочие руки. А с этим проблема. Мастер готов даже обучить столярному делу желающих и передать своё мастерство. У нас плотников нет. Для этого станка есть столяр, станочник надо. Специалистам проблемы тоже, да. Я сколько объявлений писал. Приходят иногда, поработают месяц, уходят. Поработают месяц, уходят. Сейчас молодёжи не хотят работать. Ну, я имею в виду в пыле, в высоком тоже проблеме. Большие фирмы там, огромные, они выиграют. А у нас, которые маленькие, как мы, остаёмся без ничего. В планах мастера выйти на госзаказ. Но для этого, по его мнению, нужно изменить соответствующие правила, чтобы дать шанс владельцам небольших предприятий развивать своё дело. Рост Саткан, Обладжеллгас, Фельдар Аюпов, Хабар. Итоги дня. Западноклассанская область.